Приветствую вас. Я бы сказал, что у вас, во-первых, проблемы с самооценкой, во-вторых, так вот мне видится неумение расставлять личные границы, проблема с женской моделью поведения и стремление, желание всем угодить, возможно, тогда больше к работе относиться, к вашей, нежели чем к отношениям с мужчиной. И, собственно говоря, все это у вас идет из детства, все это у вас идет оттуда, и копать нужно в ту сторону. Вы пишите, там у вас нахожусь в ситуации, когда нет никого рядом, и кругом обман, и кидалов. Вопрос. Ксения. Зачем вам кто-то рядом, и почему вы позволяете себе обманывать? Это не вас обманывают. Вы знаете, люди, они действуют так, как им хочется, так, как им позволяют их моральные ценности. Люди позволяют им, в каждый концов, вести себя так, как вы это позволяете. Если вы позволяете, например, обращаться с собой плохо, или если вы позволяете обесценивать себя, то, может быть, и обесценивать вас не будут, буквально, в смысле слова. Но при этом будут относиться к вам менее ценностно. Поэтому, для начала, собственные цены, повышение самооценки, развитие любви к себе, личностный рост, независимость от кого-либо, повышение самостоятельности, и, собственно говоря, проработка потребностей, в результате которых вам необходимо, чтобы кто-то был рядом с вами. По поводу обмана и доверия здесь тоже. Вы перекладываете ответственность на другого человека. По крайней мере, вы это делаете в смысле, не в буквальном смысле, а вы это делаете в том смысле, что вот на работе, например, вы много работаете, много-много старого стараетесь, но при этом никакого повышения и перспектив нет, потому что вы не цените себя, вы не цените свой труд. Да, вас хвалят, вы молодец, но зачем вас повышать, если вас и так все устраивает? Вот. То есть, соответственно, вы не умеете добиваться того, чего вам нужно, не умеете добиваться того, чего вы достойны. А с мужчинами ситуация происходит следующее, что вы полностью отдаетесь им, и он перестает бояться вас потерять. И все. И зачем ему что-то для вас сделать, если он не боится вас потерять? Ну, вы не понимаете, мужчина завоеватель. Если с самого начала, вот, у вас интересно получается, с самого начала все отношения заканчиваются не так, как хотелось бы. Знаете, я не знаю ни одного человека, который хотел бы, чтобы его отношения вообще заканчивались. Никто этого не хочет. Никто не хочет, чтобы они заканчивались. Но если они заканчивались, то у этого есть причины. И с этими причинами нужно разбираться. Вот вы говорите, отец моего ребенка ушел от нас 15 лет назад к большей девушке, которая была до меня. Появился потом в жизни у нас сыном другой мужчина. Так, почему отец вашего ребенка ушел? Какие были проблемы у вас с ним? Какие были родногласия? Надя, он ушел, проблема осталась у вас. Часть проблемы. Та, что в виде ответственности лежит на вас. Дальше на этот период, потом в жизни у нас с другими мужчинами. 7 лет были вместе, но потом стал отдаляться. Чем это объясняется? Вот 7 лет это довольно большой срок. Почему мужчина начал отдаляться? Какие у вас конфликты, проблемы, противоречия возникли, что он начал отдаляться? Были увлечения компьютерными играми за свободное время, либо гулянки с друзьями. Но это же было не всегда. Он же в начале был с вами, значит что-то заставило его так себя вести. Я постоянно была одна и устал от этого. Вот есть тот же момент. Почему вы были одна? Если он с друзьями, почему вы не могли тоже с друзьями побыть? Или общаться с мужчинами хотя бы через сеть? Это с одной стороны, да? То есть почему вы представляете себя жертвой здесь? А с другой стороны, а вы что, не будете находиться одна? Если да, то это проблема с самодостаточностью. Проблема с умением быть наедине с собой. И это тоже нужно разбирать. Нужно принимать себя. Принимать себя. Такой, какая вы есть. Я одна и родственников больше нет. А зачем вам родственники? Почему вы не можете быть одна? Ксения. Позвонила в ночью сказать, что умерли родители. Мои ваши соболезнования. Но родители не вечные. Это для вас травма. Вполне возможно, ее нужно прорабатывать. Вначале, как вы это восприняли? Как вы сейчас воспринимаете это? Скучаете ли вы по ним? Тоскуете ли вы по ним? Это понятно. Это и вопрос в том, как это на вас влияет? Насколько сильно? Насколько это занимает ваши мысли? Он даже не пришел. Хотя, с момента разлуки прошла тогда неделя. Кто не пришел? С кем разлуки? С отцом ребенка или с другим мужчиной? Не очень понятно здесь. В любом случае, если вы расстались, почему он должен был приходить к вам? Вот откуда у вас вот эта вот установка, что кто-то должен для вас что-то делать? Рассказывать по моей просьбе. Тем более, если вы по вашей просьбе расстались, то почему он должен был приходить. Непонятно. В итоге, через полтора года он женился и у него ребенок. И что? Опять же, то, что он женился и у него ребенок не означает, что он с женой и ребенком не будет вести себя так же. Это раз. А во-вторых, проблема-то опять осталась у вас. Вы на какой-то причине с ним расстались. И я полагаю, причина в том, что, попросив его расстаться, вы позвонили ему в надежде, что он придет. Вот в этом проблема. Перенос ответственности. Требования от других чего-то, что вы, возможно, не требуете, ну, например, когда работаете, не позволяете себе этого делать. Началось следиться с другим мужчиной, который открыл факт наличия жизни маленького ребенка. Ну, это, опять же, не мог он скрыть наличие. Скорее всего, вы их чувствовали, но не хотели замечать. И, опять же, вы не пронаботали проблемам расставания со своими предыдущими двумя мужчинами. Он сказал об этом, когда он уже влюбился получше. Ну, и что помешало вам уйти от него, если влюбить? И если вы любите, то понимаете, что человек не будет быть счастлив с вами и с ребенком единой. Особенно, если он их скрывал. Потому что, если он их скрывал, он не принимал ребенок в связи его. Значит, мужчина, не принимая ребенка, не принимает себя. И получается, что вы стимулируете его к тому, чтобы он с вами не принимал себя. Значит, так, год было все просто замечательно, как в сказке. Как в сказке не бывает. Идеализация. Идеализация пребывания с кем-то тоже для нас довольно негативный момент. И год было просто все как в сказке. Это после того, как вы узнали, что у него есть жена и ребенок. Или до. Или до. Потом началось с каждым днем все хуже и хуже. Расставали два раза. А что началось-то? С чего началось-то сильно? В чем проблема конкретно? Два раза он приходил ко мне, и у нас наладилось отношение. Почему вы принимали его эти два раза? Вы как-то разговаривали? Вы решали проблемы? Или все так оставалось? И вроде только помирились после нового года. Я уже ад в какой-то отношении. Опять почему ад? Откуда ад? Что составляет этот самый ад? В чем суть? В итоге, через три года полное отсутствие интереса ко мне. Ну, потому что вы не умеете опять сказать нет. И вы не умеете, видимо, дать мужчине понять, что все. Он больше не с вами. То, что вы его постоянно принимали, обесценивали себя. Вы таким образом обесценивали себя. Значит, с его стороны масса увлечений. Домой приходит он одни-то спать. Иногда так поздно, что я уже сплю. Никаких ко мне поцеловать. И даже нет вопросов. Только связь. На днях в лоб спросил, что происходит. Он ответил, а вы сами не понимаете, что происходит? Если так длится уже три года. Зачем вы спрашиваете? Почему просто в самой не принять решение, что мне не нравится? Я здесь так не хочу, уходи. Ну, понятно же, что он нас использует. Вы позволяете себя использовать, потому что опять боитесь остаться одна. Почему вы боитесь остаться одна? Это идет из детства и из отношений с родителями. Либо здесь просто не умение быть в одиночестве, то есть в уединении. Либо это какие-то комплексы, которые вам примели родители. Но в любом случае, скорее всего, это оттуда идет. Он ответил, что ему удобно со мной и он не хочет ничего менять. Ну и правильно. А зачем его менять, если все вас устраивает? Все вас его устраивает. А вас? То, что вас не устраивает, вы об этом молчите и терпите. Ну вот поэтому он и ничего не меняет. А зачем? Какой мотив? Мотив какой? Если, понимаете как, если люди строили отношения на эмоциональных основах, то они друг друга любят и ценят, но для того, чтобы ценить другого, но не ценить себя. Если люди строят отношения по расчету, то они должны быть полезны. Вы полезны и поэтому он с вами. Но поверхность человека определяется другим. И обратная связь создается другим так, как он считает нужным. Он ответил очень так. Значит, на работе полное отсутствие перспектив роста и повышения заплаты. Собственно, с работой какая-то аналогичная ситуация. Никаких филиалов, по-моему, нет. Хвалят часто, но платят меньше в теки никакого карьерного роста. Ну, я объяснил вам уже, чем это связано. Это отсутствие адекватной оценки себя, любви к себе и отсутствие ценности своего труда. То есть, ощущение ценности себя самой и своего труда. И получается так, что вам все время нужны люди рядом, чтобы они вас хвалили, чтобы вы видели в них одобрение в свой адрес и на этом основывали свое отношение к себе. А вот своего собственного вашего отношения к себе у вас нет. И отсюда возникает проблема. Поэтому я полагаю, что нужно вырабатывать именно отношение к себе, к самой. А ребенок, он несчастлив ваш. Из-за того, что вы несчастливы. Кстати, ему уже больше 15 лет, он добрался, так поэтому, полагаю, он может сам о себе уже начать заботиться, а мама не заботится о себе. Потому что так и жизнь пройдет, а вы с такими будете счастливы. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку. Буду для того очень, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.